Вита, не мешай. Да, оно не идеально, но оно зелёное и женская связь, которая умерла. Красота, правда? Уходи. Нет, уходи, пожалуйста. Ну вот, я так и знала, что сэндапсу отвалится. Ну ладно, я так надеюсь, что уже помолитесь за него. Всем привет, меня зовут Нила, и я сегодня хочу показать вам свою небольшую коллекцию комнатных растений. Так, я сама часто залипаю на ютубе на какие-то обзоры комнатных растений, маленьких коллекций людей, которые не являются специалистами в этой сфере, а просто на личном опыте делают какие-то выводы, выращивают красивые цветы и радуются. Я просто расставила вот всю свою небольшую коллекцию. Конечно, есть некоторые цветы, которые я не хочу вам показать, это моя маленькая тайна. Вот, и начну просто с тех, которые стоят ближе всего ко мне. Это логично. Вот эта малышка. Это драцена на лимон-лайм. Надеюсь, вам видно. Вот. Я ее на самом деле даже еще не пересаживала из транспортировочного горшка и грунта. Ну, в общем, она как ко мне попала, так она и есть. На самом деле она у меня достаточно давно. Месяца четыре. Ну, давно, в смысле, уже нужно было бы ее пересадить. Вот. Где-то четыре месяца она у меня уже дала несколько новых листочков уже у меня. Шесть, точнее. Красивое растение. Мне нравится. Компактное. Ну, почему-то я как-то не спешу пересаживать, потому что вроде бы так норм. Поэтому, как бы, вот так. Дальше у меня очень интересное растение. В плане не вида и сорта, а в плане того, что оно у меня делает, и как оно ко мне попало. Господи. Сингониум. Не знаю точно его название. Ножковидный, ушковидный. Ну, что-то такое вот. Я вот эти вот две штучки, два листочка, украла. Я украла их в подъезде у моей подруги. Вот. И, знаете, без задней мысли закинула в воду и забыла. Он дал хорошие корешки. Я его закинула в землю такую, что он как бы... Он тоже в горшочке транспортировочном. Он просто поставил в глиняный горшок, чтобы был симпатичный. Вот. Закинула в воду, смотрю, корешки. Ну, думаю, ладно. Закинула просто в какую-то неизвестную землю, какую-то давно замешанную грунт старого растения. Там что-то еще было. В общем, закинула и вообще. И уехала в воду. Когда я вернулась из отпуска, он мне дал вот такого малышу ту. Ну, такой красивый. Он не похож, кстати, на старые вот эти вот стебельки. Другим, не знаю, он такой симпатичный. Ну, в общем, он так вот и растет сам по себе. И как-то я ничего с ним не делаю. Вот, как-то так. Ну, в общем, вообще, минимум внимания уделяется как-то ему с моей стороны. Ну, и мы, в принципе, все равно. Мне кажется. Антуриума. Да, у него нет цветов. Бутонов. Потому что... В общем-то, это было два антуриума. Один ваниль. Цветочки были такие ванильного цвета. А один красный. И как-то все цветы отсвели. А обратно за цвета эти никак не спешили. И я их всех садила вместе. Я думаю, что им прекрасно живется. Они начали давать новые листы. Не знаю, посмотрим. Я вроде бы подкармливаю. Но что-то он никакие новые... Какие новые цветочки он мне не хочет подавать. Но, вообще, я фанат более зеленых растений. То есть, с листочками. Цветущие меня особо не интересуют. Но был антуриум у меня единственный, который был с цветочками. И женская связь, которая умерла. Поэтому сейчас у меня вообще нет... Ну, все изделено. Мне это нравится. В принципе, даже если он не будет свистеть, то я на него не особо обижусь. Ну, так красиво мне кажется. Дальше. Моя боль. Мой страдалец. Филадендрон Биркин. Которого я так сильно хотела. Вот. Я вот сидела в эту красивую стучку. Я его так долго хотела. Так долго страдала. Тогда он для меня был такой дорогой. Я его покупала. В плане... Дорогой, в плане экспенсив. Вот. И... Он у меня начал болеть. Постоянно. Он постоянно болел. Еще у меня уже полгода. И все полгода он болеет. Вот сколько я... Вот он находит, он болеет. У него постоянно отваливаются гнили корни. В какой грунт бы я его не посадила. Я его уже все... Я меняла. Я заново эти корни отращивала. Я все уже... Я перепробовала все. Я хотела вообще его выкинуть на самом деле. Потом я просто устала. Из-за этих... Всяких... Манипуляций. Я его просто посадила в мох. В мох сфагну и в такую стеклянную колбу. Что вы думаете? Он уже дал три новых листа. Последние два месяца. Там у него еще лезут. Ну... То есть ему нормально. Да, мелкие листы у него, конечно. Мне говорят, что во мху долго он не протянет. Но... С другой стороны, если бы я его не посадила в мох, он бы вообще умер. Поэтому сейчас у него нормальное состояние, мне кажется. Может быть, я его пересажу, когда он нарастит корешки, но он что-то не слышит. Поэтому он просто стоит, как декоративное растение в такой красивой колбе. Мне устраивает. Записи, нет? Пока посмотрите на красивую картинку. Видно, да, что я первый раз снимаю? Надеюсь, он еще и звук нормальный, потому что у меня петличка. Ну, в общем, я тоже сниму. Ну, все бывает. Алое. Как он там? Тысячелетник, столетник? Он вообще какие-то травы сейчас называет. Ну, ладно. В общем, кто-то там летник. Обычное алое. Как оно ко мне попало? Я покупала какой-то старой женщины какой-то другой цветок. Если честно, я уже не помню. Какой его уже нет, он уже умер. И она говорит, девочка, возьми, пожалуйста, у меня алое. Алое бесплатно. Потому что оно... Он умер. Он не живет там, он не хочет там. Он у меня жить. Ну, реально, вот я, может быть, прикреплю фото, он мне где-то, если найду. Он ужасно выглядел. Просто отвратительно. То есть, оно было практически черное. То есть, оно потерялось. Это оно было коричневое, сухое, кривое, переросшее. Во всем, я его... Он думал, ну, ладно, мне стало его жалко. Да, оно не идеально. Но оно зеленое и дает... Вот деток у него, даже детки, если не знаю, будут видны, не видны. Кто может с ним делать? В общем, и оно стоит, как бы... Ну, пусть стоит. Ну, посадила его вот такой горшочек симпатичный. Да, это не самое красивое растение, но... Я его просто... Это спасеныш, поэтому мне его так жалко, и я его не трогаю. Ну, и... И растет у меня в комнате, где его никто не видит, кроме меня. Чтобы не пугать людей. Орхидея. Не спрашивайте, почему она вот в таком состоянии. В общем, эта девочка ко мне попала в ужасном состоянии. Моя сестра ее пересушила, и это вообще не моя орхидея, это орхидея моей сестры. У нее было два листа, и они были как ушки спаниели. То есть, она умерла, у нее отсохли полностью все корышки. Ну, в общем, плохо с ней обращались. Я по своей дурости, конечно же, предложила забрать ее себе. Я вообще с орхидеей никак не лажу. Это вообще не моя история. Я вообще ничего о них не знаю, не понимаю. Ну, пришлось, конечно, разбираться, когда она ко мне попала. В общем, я на ней экспериментирую всячески. Она у меня сначала во мку сидела. Она растила три листа новых. Вот она зелененькая, вроде бы здорово и здорово выглядит. Турбор вернула, корни нарастила, как смогла. И я внезапно в интернете увидела, что можно выращивать орхидеи просто вот так на воздухе. Я просто ее засунула в вазу. Знаете, она еще стала даже наращивать новые какие-то корешки, зеленые какие-то, я вижу. Видимо, ей нравится, не знаю. Но я все равно купила грунт для орхидеи. И я все-таки ее пересырую, потому что я переживаю. Как бы я столько ее реанимировала, чтобы она опять умерла. Но выглядит прикольно. Какая-то прическа. Не знаю. Такая у меня аллаказия. Красотка, правда? В общем, с аллаказиями я вообще не алло. Поэтому я решила, что... У меня увидела у подруги красивую. Шикарно аллаказия. Она просто огромная. У нее огромное количество стволов. Ну, не стволов, но стволов, можно сказать. Листов. Она просто себя шикарно чувствует. Но моя подруга вообще никак за ней не ухаживает. То есть полила, как все остальные цветы. Ну, в общем, никакого внимания такого особого. И она растет, как на дрожжах. Я думаю, блин, какая она красивая. Может быть, у меня тоже будет такая когда-нибудь. Я решила купить себе отросток. Я купила у какой-то женщины отросток с тремя вот такими вот листочками. Она на второй день просто скинула один лист. На третий день скинула второй лист. Этот начал желтеть. Я его отрезала. Тоже посадила в сфагнум. Думаю, хоть что-то я спасу. Она у меня так сидела в этом сфагнуме. Четыре-пять месяцев, может быть. И знаете что? Я опять... Вот та же история с отпуском. Я уехала в отпуск. Я возвращаюсь. Ну, это к слову о том, что, видимо, без меня будем растения лучше. Я уехала в отпуск. Вот, с этим, у меня такая система интересная здесь просто. Просто по лифту. Она дала маленькую ляльку. Выкручивает лист. И, боже мой, неужели он не отсохнет? И неужели у меня появился... Ну, то есть, уже в домашних условиях. Новый лист аллоказии, который я хотела уже похоронить. Ну, посмотрите на верхнюю. Она вообще в упадке сил. Наверное, я бы хотела ее срезать, да, когда все хорошо, но я боюсь даже в эту сторону смотреть, потому что еле-еле, короче, мы с ней... Монстера, Манки Маск. Долго она думала у меня. Очень долго думала, что ей делать, расти, не расти. Зачем вообще она у меня появилась и так далее. Много было вопросов. Она потом в какой-то момент очухалась. Я ее посадила в... За чудо-пон. Не знаю, что меня... Вообще, что мы одвижило, когда я посадила ее туда. Вообще, я с лечу за недружу, на самом деле. На самом деле, в пон. У меня там умер с пацифилом. Я расстроена была очень сильно. Но я ее посадила. Она вообще начала в кратчайшие сроки давать мне по листу. Вот она еще много крутила. Как бы... Я купила ей опору сейчас. Опору из мха. Я хочу ее по опоре пустить, чтобы она питалась всеми листьями. Ну, то есть, приклеилась воздушными корешками. И питала верхние листья тоже. Потому что им уже питания не хватает. Они мельчают. Не становятся мельче. Ну, вот, допустим, это самый большой, да, у нее лист. Ну, вот самый... Вот самый последний. Ну, маловато, мне кажется. Ну, вот маленький еще какой-то наверху. То есть, она без перебоев мне дает, в принципе, новые листы. Я вообще к ней именит претензий. Никаких. Опору я купила и пересажу. Подсажу. В общем, надеюсь, у нас с ней все будет хорошо. Ну, все ее можно делать с кустом. Мне вообще говорили, что лучше ее пустить, она будет красивее. Ну, кустом у меня достаточно, поэтому я хочу попробовать ее пустить вверх. К слову о кустах. Сцентрактус. Золотистый. Его я обширила конкретно. То есть, он у меня... Потом покажу, где он у меня висит. Он у меня висит на стене. У меня было три ветки. Три черенка. Я их посадила, они начали давать... Уходить в лианку. Я состригала, втыкала обратно. Состригала, втыкала обратно. И таким образом у меня сформировывается небольшой куст. Ну, надеюсь. То есть, вот, если вот с Манстера я не решилась пустить, то вот с Сентапсусом, я думаю, это будет легче сделать. И плюс не так обидно, если что-то случится. Прости, пожалуйста. Ну, ты просто быстрее растешься, Манстера. Тебе тоже покажу. Хочешь потом? У меня есть кошка, где-то. Потом вы его увидите. Магланема. Я даже ее название не знаю. Там какой-то, наверное, Сильвер, что-то там. Обычно среднестатистическая гланема. С маленькими вытянутыми листами. Я ее тоже спасеныш. Я ее купила, тоже кривую. Всю непонятную. Ну, тоже немножко сейчас у меня кривовато. Но это я как могла, так и, в общем-то, основатую сделала. Ну, вообще, вот так вот перевалена была. Я ее отрезала. Стебельно растила новые корни. Ну, в общем, вот, агланема для меня самое неприходливое растение. Просто, где настолько все равно. Я вот ее могу не забыть полить. Или я ее закинула на стеллаж за компьютером своего мужа. Как бы, и она там у него стоит. И вообще все равно на все. Она растет. Она выкручивает новые листы. В общем, если вы хотите какое-то растение, которое требует минимум внимания, это агланема. Вот. Такая. Вот она крупит лист. Очень красиво. Я думаю, просто это горшок достался мне у этой предыдущей хозяйки. Но я надеюсь, что я ее пересажу в ближайшее время. Но не факт. Проверка записи сейчас будет. Ладно, давайте я вам покажу мое авокадо. Вы знаете, я всю свою жизнь, как только это стало модно, выращиваю авокадо из косточки. И стало модным его есть вообще этот авокадо. Я пытаюсь прорастить его. Я пытаюсь сколько лет. Лет 10 я его пытаюсь прорастить. Ни разу. У меня то сгнивала косточка. То просто она у меня лежала месяцами в этой воде. То еще что, то еще что-то. Я не хочу сглазить. Но у меня пророс. И у него даже есть какие-то маленькие мистички. И он достаточно быстро растет. То есть он сначала очень долго думал, а потом очень сильно и быстро пошел в рост. И я так надеюсь, что у меня будет авокадо. Ну, в смысле, не плод, а дерево. Я так надеюсь, что вы уже помолитесь за него. Самый затупок в моей коллекции, который ни на миллиметр не вырос, это замиокулькс. Замик, который меня расстраивает. Я подобрала такое красивое кашпо для него под его листочки. Вы знаете, он вообще не движется. Вообще. Он просто стоит как декоративный. Но он не болеет. У него прекрасные зеленые листики. Он чувствует себя прекрасно. Ну вот как будто бы все. Да, горшок для него небольшой. Потому что, да, занятие любит тесное пространство. Я его вот в транспортировочном беру. Он достаточно маленький. Ну, не знаю. Вот жду, наверное, пока он подумает. Нарастит себе корни. Я не знаю. Вот стоит. Конечно, хотела бы я себе красивое дерево. Ну, и судьбам, наверное, скорее всего. Сан-Сиверия. Цилиндрика заплетенная. В общем, такая. Это... А-а-а! Кошка! Иди сюда. Ладно. Это подарок. Она была у меня в Вишлисте на день рождения. Я бы мне подарила моя сестра. Заказали мы ее на зоне. Она себя прекрасно чувствует. У меня никаких проблем. Она вообще выглядит как искусственная. Вот ничего я с ней не делала. Она как ко мне пришла с озона. Ну, я с ней... И она у меня растет в личу зипон. Все. Она никак не изменилась. Она не... Кстати, не сохнут у нее кончики. Ничего. Такая красивая штука стоит. И моя кошка постоянно ее облизывает. Не знаю, что это за... Просто рекордсмен по выпусканию листов. Диффинбайки. Да, она немножко кривая. Опустила листья. Не знаю. Но они, по-моему, и с опущенными листьями будут. Нормально. Я ее тоже взяла черенком маленьким. Вот ее листья это вот подсюда. То есть эти четыре нижних листа это ее листы. А, нет. Пять нижних листов это ее листы. Они такие немножко не алло. Вот пять верхних мои. Ну, то есть пятый уже выкручивается. Она мне очень нравится. Она мне очень нравится тем, что она очень благодарна. То есть я люблю растения, которые быстро растут. Которые часто тебя радуют новым листом. И ты радуешься тому, что у тебя хоть что-то растет. Вот. Это она. Я очень ее люблю. И она меня радует. В общем, я ей довольна. Правда, я почему-то ее не уважила. И ей такой ужасный грунт засыпала. Ну, и нормально. Потом как-нибудь подумаю о том, чтобы ее пересадить в... Я купила кашпо Терракотовая Дерома. И я думаю, пересажу туда. Обзор на кошку. А что ты орешь? Ты хотела цветы все сожрать? И теперь тебе не разрешили. И поэтому ты орешь, правильно? Вот, в общем, уходи. Нет, уходи в другую сторону. Это пепперомия роса. На самом деле такое непонятное растение для меня. Какая-то она вообще неказистая. Непонятная. Я ее купила просто очень спонтанно. Случайно я ее увидела на вид. Она была какая-то красивая, блестящая. Очень короткая она была у меня. Вот эта вся макошка, которую сейчас видите, а это она у меня вырастила ее. Ну, вы знаете, она вроде бы и красивая была, когда у нее были темные листы, такие блестящие. Потом фото провожу. Но потом я к ней потеряла интерес. И она стоит просто как у входа, на коридоре. Стоит вот так вот красиво. И как-то я к ней не сильно-то и лежу душой. Но все равно люблю, конечно. Моя любовь. Сенсиверия Лауренси. Я ее очень люблю. Я к ней подсадила. Внезапно где-то нашла один лист. Вот обычные такие вот зеланики. И подсадила. Просто воткнула. Она вот мне дала еще второй. Как бы там еще один идет. Но тут королева красоты все-таки Лауренси. Она тоже. Она, кстати, недолго думала. Я ее посадила в просто какой-то рыхлый грунт. Вообще максимально маленькое количество торфа. Там больше разрыхлителей. Вот. И она очень часто мне выдает листы. Она была намного тоньше, когда она у меня появилась. И там у нее внизу тоже отрастают новые листочки. И они, кстати, не так уж и медленно растут. Для санкции она достаточно быстро растет и дает потомство. Да, вот поэтому я ее люблю. Потому что я говорила, что я люблю растения, которые быстро дают новые листы. Фикус Белис. Ну вот. Я только знала, что Сандапсус отвалится. Ну ладно. Воткнула на вас. Фикус Белис. Он очень красиво выглядит в этом горшке. Пойдемте. Это прям для него. Это работа прям для него. Но, вы знаете, он не движется уже полгода. Он просто стоит. И стоит. Все. Никаких у него сдвигов. Он просто стоит, как декоративное растение. Искусственное. Но очень красиво стоит. Отдадим ему должное. Мне очень нравится. Вот. Такой. Просто под цвет листочка очень подходит терракота и камушки для чудес. В общем, вот что случилось с моим Сандапсусом. Он часто... Я же втыкаю то, что отрезаю. И вот на него отваливается иногда. Я не охота, в общем-то, на это заниматься. Я еще работаю, поэтому лените. Итак, сзади у меня стоит пальма. Не знаю, видно ее или нет. Если не видно, то просто так расскажу. Пальма, которая была в офисе. Она подверглась ультрафиолету. Сдохла. Я ее притащила домой. Она у меня продолжала вздыхать. Она почти все листья, которые здесь есть, она отрастила заново. У нее ничего не было уже. Но она мне начала давать новые, салатовые, красивые тоненькие листья. Но кошка не ведет ей покоя, поэтому не знаю, как она будет. Еще мой любимчик. Вот он, мой хорошенький фикус Бенджамина Пистолист. Я его очень сильно люблю. Он очень красивый. Я хочу его формировать как штамп. У меня вроде получается, но он немножко глысенький. Но я думаю, что все у него будет хорошо со временем. Мне он очень нравится. Я купила его у одной старой женщины за 400 рублей. Хотя ему 5 лет. Согласитесь, что это очень дешево. Вот она просто не могла о нем больше заботиться. И отдала его мне. Фикус Лауренти. Моя давняя мечта. Я очень давно хотела ее. Но вы знаете, что они дорогие сейчас. На самом деле, неоправданно. Вот. Это не бомбин. Это настоящий крупномер. У него достаточно большие листы. Наверное, сейчас его дают. Но тоже нормальные листы. Надеюсь, что они могут быть больше. Тоже купила на Авито. У женщины весело уже 1000 рублей. Я считаю, что такого размера растения 1000 рублей это победа. Я поставила его на подставку деревянную. И он у меня стоит красиво. Может быть, я вам не все показала. Просто я что успела собрать, то собирала. Монстера. Монстера минимум. Вы знаете, уже смешно. Вот кошка ее грызла, грызла. Не давала ей покоя. Она годствует. Ничего. То есть она и не умирает. Умирать она не намерена. Но все равно она никак не двигается. То есть она чувствует себя хорошо, но она одна. Но что это? Это разве цветок? Это разве цветок? Я так не считаю. Последний. У нас на работе мы пересаживали хаворси. И остались остатки. И клиентка отдала мне их. И я их посадила просто. Вместе они пока еще не окрепли. Но они вот так у меня сидят. Это так странно. Их так много. Я думаю, что со временем я куплю большой стеклянный аквариум. И сделаю какую-нибудь композицию более интересную. Просто у меня не было времени. И я как-то быстро-быстро все посадила. Это все, что я хотела показать. Я надеюсь, что я буду еще снимать какие-нибудь видео про дальнейший уход. И они будут интересными. И ждите обновлений. Спасибо большое, что посмотрели до конца. Растите свои цветы. Радуйтесь. И не забывайте, что цветы существуют для того, чтобы радовать нас. Если вас что-то не радует, не бойтесь их обрезать. Не бойтесь их пересаживать. Ноги у меня тоже погибли. Но что делать? Выживают сильнейшие. Поэтому не отчаивайтесь. И не опускайте руки. Все будет классно. Вот я начала заниматься с цветами год назад. Я даже кактус умирал. Поэтому все впереди. И все. На этом все. Всем хорошего дня, вечера, ночи, утра. Что там у вас? Пока. Субтитры сделал DimaTorzok